здарова всем ребята и как вы помните предыдущий видос закончился весьма неоднозначно а именно неудачей неудачным нападением на фазе какой фейл я сказал через пять минут нападаете они на через две минуты они напали я говорил через шесть минут нападать они напали через две минуты а мы в это время только только вылетели из челяда и поэтому я пообещал вам мы сможем выиграть фазе с минимальным количеством людей в 20 человек и в этом видосе я сдержу свое обещание ну и заодно параллельно покажу вам как я поднялся на сервере откуда у меня появился глэс за 2 и 6 миллиона и другое имущество но перед началом я запускаю для вас очередной мега розыгрыш а именно два приза по 50000 баксов и 4 приза по 10 дней халявной випки то есть будет 6 победителей и все призы можно будет активировать на любом сервере gta 5 м и для участия вам всего лишь нужно первое поставить лайк под этим видео второе подписаться на канал третье пожать колокольчик и четвертое написать любое количество комментариев победителей я буду определять как раз таки по ним по рандомным комментам поэтому соответственно чем больше вы их напишите тем выше у вас будут шансы на победу но победители в предыдущем розыгрыше вы видите сейчас у себя на экранах пацаны отпишите мне в vk ссылочка есть в описании и я передам вам ваши призы но теперь приятного просмотра и так перед продолжением этого видоса обязательно посмотрите предыдущую часть первую часть того как я придумывал новую тактику нападения на фз нападение на армию а также объяснял что это такое и так далее армейцы всегда тут стоят заранее на крышах оттуда их очень тяжело выбивать и они просто расстреливают водителей мотовозок ссылочка на видос будет в описании и у меня на канале посмотрели отлично приступаем продолжению после той неудачи я сразу же сказал лидеру армянской мафии о своих будущих планах рассказал об этом авантюрном нападении на армию в 20 человек и с этим вопросом он сразу же отправил меня к своему заместителю к марку здорово как дела это хорошо смотри короче я хочу организовать нападение на фз в 20 человек поначалу в это правда всем тяжело поверить но я продолжал настаивать на своем там по тактике своей все такое сегодня в 4 от меня есть 8 человек мне нужно 12 бравых здравых ребят тех людей которым ты доверяешь вот и которые ну типа схватывают на лету потому что там ну всякая парашюты не парашюты понял будет и которые не будут обезьянничать все дела у нас так смотри хорошо тогда но часа в три короче хорошо соберемся я там уже расскажу всю суть идеи как мы будем действовать и так далее человек 12 нужно ну давай 13 запасом чтобы один запасной был добро марк все отлично давай тогда на связи если что в дискорд пиши я сразу зайду и после первичного договора с заместителем армянской мафии я отправился реализовывать подготовительный этап нападения а именно так нужно будет сейчас просто прилететь и посмотреть в целом где находятся мотовозки и так далее разведать обстановку так скажем тебе надо было подписаться не щекастов и парашютов зря они парашют добавили на сервер но они скоро пожалеют об этом неопознаны летающие щекастые объекты он он прогружаются тачки вижу мотовозки они под ангарами вот этими раз два три шесть по сути весь подготовительный этап заключался в том чтобы я сам знал абсолютно все аспекты армии на четвертом сервере blackberry на сервере на котором я играю потому что на каждом сервере мотовозки находятся в разных местах у кого-то они стоят на парковке кто-то ставит их в ангар и кто-то ставит их в большой ангар и так далее в нашем случае они оказались вот в этих маленьких ангарах получил всю нужную информацию летает сокол скрывается с места приступки 1 1 как принял принял хорошо сокол приземляется в гнездо сокол в гнезде но пока я катаюсь и жду когда марк соберет 12 человек из армянской мафии даже когда сказал короче армянам ну типа я сегодня собираюсь 20 человек на фазе напасть не такие в 20 человек давайте я расскажу вам про свое имущество чего я добился за два-три месяца игры и так во первых откуда же у меня вот это вот первая машина этот серый эвик а тут все просто 7 августа у меня было день рождения ее мне подарили мои друзья из фомы бах и джоз а сколько эвик стоит братан ты уверен дальше вы спросите а откуда у тебя поверх еще 500 тысяч на руках тут тоже все достаточно просто тут уже подцепил алекс бум он также приезжал ко мне на день рождения мы проводили совместность им у меня дома решили открыть серебряные кейсы и мне выпал getter я его продал за 9000 дипишек 5000 из которых обменял на 500 к а4 тысячи оставил для будущих кейсов которые я буду открывать на следующих стримах поэтому ни в коем случае не пропускайте но это еще не все мое имущество чуть позже видео я расскажу и покажу откуда я получил еще три миллиона ну а пока возвращаемся к нападению на фз к моменту когда марк собрал 12 человек из армянской мафии ты уже ребятам раздал снарягу марк уже рассказывал что планируется не я рассказывал что планируется я хочу вместе с вами попробовать забрать фазе в 20 человек 20 человек потому что в правилах прописано о 20 человек я хочу забрать именно так чтоб все было по-тихому потому что на rainbow когда мы играли мы забирали мотовозки в 10 человек то есть все потихо чтобы никто ничего не спалил и так далее я хочу это сделать в своем стиле через парашюты но у меня несколько вопросов за сколько минут нужно писать то что мы собираемся нападать на фазе течение пяти минут после нападения отлично далее набор ими точно там мини-игры нету сто процентов этот момент с ими я специально уточнил потому что предыдущее нападение не получилось как раз таки из-за него и в этом никто не виноват как вы могли подумать просто в то время никто еще и не знал как это все работает и все были убеждены в том что чтобы активировать эми для взлома армии нужно пройти мини игру но как оказалось мини игры никакой не было поэтому получилось вот это вот не разбериха со временем хорошо теперь смотрите демку я рассказываю какой план мы вылетаем в 20 человек на парашютах с челяда нападать мы будем на парашютах вот тут видно да мой курсор вот тут находятся мотовозки мы взламываем эми только на выезде поняли то есть половина людей приземляется на ангары а половина человек приземляется на крыши складов чтобы выбить склад роста садимся в мотовозки челы которые приземлились и также ставим генератор помех сюда и сюда просто садимся в мотовозки быстренько загружаем не поднимаем шумихи никакой они они не успеют ничего сообразить армейцы если мы сделаем все быстро максимально быстро начинаем выезжать и чел который будет стоять на эми быстренько взламывает открывает ворота и мы уезжаем все максимально просто и все нормально в этом и заключался весь мой план тихого нападения на фз на бумаге все действительно звучало очень хорошо но к сожалению я не учел несколько моментов о которых вы узнаете дальше давайте вопросы пацаны смотри если я правильно понял на выезде ты хочешь сказать то что вот этот налет на парашютах будет все вот эти два человек использоваться на выходе и не будет а нужно просто смотрите в чем идея вот когда он идет нападение на фазе 100 человек до 2 фракции это сто процентов сливается всегда из-за этого фибы подышники армейцы готовы и там происходит полное мясо на сразу перекрывают соответственно и так далее если 20 человек и никто не сольет из нас и мы сделаем все ну за четыре минуты там хватит никто даже очухаться не успеет ему уже уедем с фуловыми мотовозками тут самый важный пункт как вы наверное догадались это то чтобы никто не слил гостником мой план чтобы в коллективе ну прямо скажем не было крыс касаемо правила я бы хотел еще уточнить просто есть пункты ну которые ну плюс-минус под сомнением но типа мы их не нарушаем просто смотри вроде под сомнением а вроде с ним по данной территории она вся закрыта уже считается смотри нападение на форзан куда осуществляют использованием комплекта для эми мы его используем используем это правило закрыто далее о 20 человек люди есть есть от 20 человек так время понятно все нормально вот и самое важное где тут есть сейчас вот разрешено заезжать на территорию фазе через кпп-1 кпп-2 на транспорте мы ведь не на транспорте и мы не заезжаем нормально все но у нас нет но насчет того что заезжать через 12 у нас это правило краски не соблюдать там просто есть пометка типа на разрешено заезжать на транспорте заезжать мы не заезжаем мы не на транспорте мы залетаем еще небольшой вопрос и ты в курсе то что если у тебя ган в слоте то парашют может не раскрыть мы все трассы когда пытались эту тему провернуть ну немножко по другим ракурсом да у нас вроде бы 8 человек раскрылась там нужно некий обряд совершить с анимациями чтобы парашют с большей вероятностью открыл у нас типа сто процентов открывается не но если в этом сомнении нет то базар можете у кого все есть можете уже ехать начали там типа группаться потихоньку не тоже снарягу на а есть и закуплено ложка типа главное понимает то что мы туда нет улице едем это на самом деле не нужно там брать патрон крутое оружие куча вот этих там всякое спанки мы с нашим ту лицем оттуда не выйдем но пока мы едем и группаемся на горе чилиад многие на стриме заметили что у меня помимо моего элика и 500 тысяч баксов появился еще и mercedes gls который в госе стоит вроде бы около трех миллионов его я получил очень интересным способом а именно я как-то зашел в свой дискорд ссылочка есть в описании и увидел что чел из моей фомы играет в казино и играет ну просто на очки боится всего я ему говорю ставь блин на нули а он ставит по 10 фишек там на сектора и так далее а у меня блин уже чуйка прет я говорю ставь на нули скоро они будут а он все не ставит там какие-то бредовые ставки и так далее и не ставит он до тех пор пока я ему не сказал следующее дэн отдам клянусь ты поставь по тысячи я прям сейчас зайду и отдам поставь пожалуйста по тысячи на нули я тебе отдам ставку на тыс по тысячи да моя ставка это моя ставка выигрыша даже проигрыш я тебе отдам у меня как раз как вы помните пацаны было 500 к наличке подумал ну пофиг чую нули попробую рискну поставлю 200 к своих деньги есть 300 к в любом случае останется поэтому ничего страшного и мне удалось его уговорить алло ставь 1000 на нули моя ставка это моя ставка все но что было дальше вы узнаете чуть позже спойлер закончилось все ну достаточно сильным конфликтом но мы возвращаемся к нападению на фз если чё нельзя одновременно надевать сумку и парашют поэтому нужно как-то так раскидать чтобы вы смогли чтобы вас было 0 5 кг свободно для снятия сумки так как то и не будет открывать марк ты смотрите раз мы пока тут стоим посмотрите демку я покажу как лететь типа чтобы не забагалась нужно чтобы на вас ничего не было ну там оружие броник это пофиг юзайте любую анимку сбиваете после юзайте обязательно косяк потому что нарк этот ломка может сработать на парашюте и вы упадете вниз еще раз анимацию на всякий случай после надеваете сам парашют еще раз занимаются ну короче постоянно анимацию и это не сбивается у меня по крайней мере после такого не сбивается у ребят тоже просто прыгаете через ну разгоняйтесь на шифте прыжок на краю лкм нажимаете и как вы на парашюте пацаны зажимаете shift плюс с то есть shift и назад и летим мы вот в эту сторону огибая вот эту гору по левой стороне долетаем спокойно там с запасом сто процентов кто не знает мотовоски тут находится вот в этих четырех ангарах а склад находится тут то есть кто-то должен на склад приземлиться а кто-то должен приземлиться на мотовоски давайте распределим кто куда давай киллиан выбирай себе девять человек и вы будете состав на мотовоски и я дам тебе еще один генератор помех то есть приземлился сразу поставил генератор помех но после распределения началась сама атака авантюрная атака на фазе в 20 человек юзем любую анимацию заюзали цешку убрали после этого схавали один косяк после этого за и еще одну анимацию на деле парашют еще раз последняя финальная анимация и с богом полетели по очереди у меня раскрылся shift с или кишина из шифра зажимать к насколько я слышу у всех все раскрылась у меня раскрылся нормально и волнение на полевая да да есть можешь отписывать нападение на фазе группа киллиана приземляется к мотовоска моя группа приземляется на склад выбиваем склад и встречаемся на складе загружаем мотовоски выезжаем через 1 кпп как начнем выезжать марк взломает эми и спокойно уезжаем так я приземляюсь тоже приземляюсь уже на складе на складе никого нету все хорошо и первым сюрпризом оказалось то что оказывается пока не начнешь взламывать эми для открытия ворот армии функционально ты не сможешь также загрузить мотовоски этого никто не мог знать и поэтому на это пришлось потратить время но когда мы догадались что именно из-за этого мы не можем загрузить мотовоски дело наконец-таки сдвинулись с мертвой точки не значит нету этого из-за эми появились точки кого нет точки выйдите и сядьте обратно у кого загрузилась идите немножко чтобы он подъехала тачка 1 поехали поехали на 1 кпп еще едем едем нужно быстрее пацаны пока не раздумались на этот момент в истории войдет из едины стрельбы забрали мотовоски пристегнитесь в натуре пристегнитесь пристегнитесь марк эми нормально там нет на них алло едем едем приезжаем они перекрытия делать будут скорее всего и вы наверное уже заметили пацаны с момента нападения на фз прошло от силы минуты 2 а на выезде нас уже встречают минимум шесть фуловых машин с гостниками не было прикрытия дети дети и в разные стороны только лево право все дела но не дп что ли они и чё бля и в разные стороны все в разные стороны на налево кто-то дайте нам по разным сторонам разъезжать а как они так быстро сюда приехали кто-то направо прямо дайте алло они нарушают нельзя по понтовоскам шмалять по колесам в правилах так они не могут вытулевать а ну а дальше началось все еще сухуже помимо возможной мг-инфы стиль бы по колесам начался откровенный прямой таран что разумеется правилами сервера запрещено но в эти минуты правила почему-то для гостников не работали алло вы долбай и чё я не понимаю алло я откат пишу дети дети до последнего просто меня не знаю сука для кого просто правила пишутся я не я не я просто насколько поебать челом давай выйдем мало вы хотите выходить импаде и к сожалению пацаны это все закончилось на негативной ноте дальше конечно же будет продолжение конфликта ну а сейчас на данный момент удалось довести только одну мотовозку это конечно засчитывается успешным нападением но нас разумеется эти полумеры не устраивали запрещено блокировать мотовозки другим транспортом запрещено намеренно стрелять по колесам мотовозок а нам 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 колеса не чувак это смотри челы с белыми брониками это не фибы это это инфа мы залутали тысячи матов удачно вот смотрите вас тормозит одна машина да это уже нарушение потому что в правилах написано то что тормозить могут минимум две машины останавливать украденную из территории фз мотовозки можно путем обгона и создания препятствия дальнейшему движению от минимум дух автомобилей вот откат который только что баха показал это уже нарушение нас и смели нам тоже дб шли и один человек только одна машина перекрывала меня точно также не просто перекрывала а в прямую таранила одна машина это все разумеется нарушение правил сервера но мы четко для себя решили давайте не типа не опустимся до форума да не будем там жалобица без жалоби и мы показали то что типа мозгами можем всякую офигенную штуку сотворить мат и мы залутали в принципе ну а дальше последний гвоздь в крышку гроба где находится надежда на то что слива инфы не было слушаем они не они знали чуваки они знали сейчас хотите покажу вам откат они уже сказали мне в общем конечно я так просто не сдался я учел три ошибки которые я допустил на стадии планирования первое без эмми грузить материалы в мотовозки нельзя функционально второе мотовозки должны разъезжаться в разные стороны они выезжать колонны из армии третье на загрузку мотовозок на фазе достаточно 12 человек восемь же человек лучше посадить по машинам чтобы они ждали на выезде и в случае чего помогали отбивать мотовозки отвечая так скажем клин клином на дб и таран гостиков но смотри у меня тоже ребята будут на одном флоу мглс и четыре человека помогать отбивать мотовозки ну и понятное дело я поменял состав делал все еще более секретнее и вступил в банду марабунта куда только-только встал мой хороший знакомый майот но перед третьим финальным нападением на фазе показываю вам чем закончилась то ставка в казино заранее скажу убавьте сейчас звук потому что эмоции там будет просто невероятные алло ставь 1000 на 0 и моя ставка это моя ставка все это помимо ставки если моя ставка встреча на крайне для а вот такой ставка будет короткая вот так ребята благодаря вот такой вот чути на нули я поднял 3 и 6 миллиона но появилась одна маленькая проблема куда они вышли все носками а где он а куда он вышел из-за другом заходит его я гели куплю себе гели куплю себе фон и убивает дискорда сейчас он вышел говорит на меня родители на ралли вышел из игры вышел из дискорда и тут нет а ты отвечаешь в чате учет и мне бабки то отдашь внутри 6 ляма понятное дело все твои издержки я закрою дать чел начал отказывать отдавать мне мои деньги просто говорю это помимо это помимо выигрыш он сам сказать типа если ты проиграй что он тебе бабки даст типа ты готов сейчас пацанов кинуть из-за баба то есть но я могу дать так нет но это получается ты ну ляма почему я вот уж берутся на контент нужен черте привет я тоже хочу баба так это моя ставка ты не прикольный дэн или чё погоди вот еще раз смотри ты играл по 10 фишек не хотел ставить он или вообще и ты поставил от 1000 фишек по 100 тыч на нули с условием того то что тебе их вернут думают уж тебе их вернуть я тебе сказал это будет моя завка а слушай послушай послушай это будет моя ставка если про я тебе отдам бабке если выигрыш и не отдаешь выигрыш это было или нет я тебе предлагаю поделить а я не соглашаюсь на предложение не понимаешь это но бабки это как бы не твои по сути-то но и короче по итогу Пацаны, там еще залетел его друг, который говорил Дэну не слушать меня, не ставить на нули изначально. Я это все не буду вставлять, потому что по итогу Дэн отдал мне весь мой выигрыш. Но меня, прямо скажу, задели и растрогали его слова, что у него там никогда не было больших денег. Играл он вообще изначально на деньги арги, поэтому ставил по 10 фишек и боялся проигрывать. Ну и в общем, я решил дать ему на лапу от выигрыша 600 тысяч. Чисто ему, чтобы он сильно не расстраивался. Вот смотри, смотри, вот я тебе отдаю 600к, и это деньги будут полностью твои. Типа ни фомы, ничего. И плюс 500 тысяч я залил на аргу по ценам, чтобы они закупили амунацию. Хорошо, хорошо, хорошо. Я кину полляма сейчас на аргу. Эти бабки чисто на амунацию. Ты сейчас кинешь бабки, я сейчас напишу это в банк семьи, что ты кинул бабки. Сколько буду снимать бабки, это все буду записывать. Ну и чисто не получается, у меня от выигрыша осталось 2,5 миллиона, на которые я как раз таки купил свой ГЛС. Все, спасибо. Ну а теперь финальная точка, финальное нападение на ФЗ, нападение на армию. Понятное дело, я не буду вставлять весь процесс, как я объяснял лидеру всю суть моей идеи, как мы собирали состав проверенных ребят, реакцию на мое предложение напасть в 20 человек. Все было примерно то же самое, что и с армянской мафией. Был шок, волнение, непонимание, но я как блин уже ветеран этой войны, быстренько все раскидал и мы буквально через 30 минут были уже на Чилиаде. Половина людей, примерно человек 6 приземляется на ангары, половина людей приземляется на склад, на крыше, чтобы выбить склад. Те, кто на машине, вы едете сейчас на 9 ганшоп, то сейчас на 9 ганшопе, то есть кто будет выбивать, можете съездить, купить пока что пистолеты, но которые стреляют с окон, чтобы по колесам не б**чит. Ну и благодаря тому, что я реально стал гуру нападения на эту, блин, армию, я уже знал все баги, которые могли произойти, все фишки и так далее. И это все я доносил составу во время полета. Если кто-то забрал мотовозку и у вас не появилась метка того, что грузить нужно будет перезайти в мотовозку, ну и выйти и езжать, то на мотовозке потихоньку снижаемся. Все, 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 приземляемся на мотовозке. Гай открыть, гай открыть и поехали. Склад вы любили, нет? Склад, склад я, 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 я в склад. Отлично, все, загружаемся, загружаемся. Кто взял мотовозки, уже уезжайте. И в этот раз, как я и говорил, я дал кол выезжать сразу, разъезжаться сразу в разные стороны и не ждать всех остальных. Через дальний КВП выезжаем и в разные стороны, поняли, налево, направо, в разные стороны, в разнобой. Ну и после предыдущих нарушений гостников, из-за которых не получилось предыдущее нападение на ФЗ, я, мягко скажем, начал доносить им, что они нарушают совсем по-другому. Аллоу, ты дбешить не имеешь права, дура еб**ая. Я не дбешу, я перекрываю, аллоу. Перекрывать ты можешь только, если две машины, долб***ь, кусок. Лево, чё полево, лево, чё полево. На мост прийти, помогите. А вы на мост поехали, перед мостом налево-направо, говорю. Да, мы так и сделали, мы так и сделали. Всё, 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 хорошо. Всё, мы так и сделали. По разным сторонам, по разным сторонам. Кто на машинах, слушайте внимательно кол, где нужно будет отбивать. Ну и обратите внимание, как состав идеально слушает кол. Все мотовозки изначально разъехались в разные стороны. И потом в разных сторонах ещё разъехались в разные стороны. В разные стороны мотовозки. В разные стороны, в разные стороны, правильно всё. И тут осталось дело за малым. Довести как можно больше мотовозок. Давай, Август, прямо поедем, потому что он с нами с Галайц. Ой, блядь, я засмотрелся на красивый Галайц. Ну и за каждой мотовозкой было пристроено 1-2 машины сопровождения. Как я и говорил на тот случай, если гостники начнут опять нарушать, дебэшить и таранить мотовозки. Чтобы наши ответили просто-напросто тем же самым. Задефали мотовозки и, как говорится, выбили всю дурь клин-клином. Мы проехали Миррор, там всё нормально. Я Аркадиус проезжаю. Пацаны, мы уже на Миррорпаке. КН, где Ричмонд, там Ламба. Всё, мы первую разгрузили мы. Одну разгрузил. И в итоге мы разгрузили 4 мотовозки абсолютно без проблем. Но у нас была ещё пятая. Пятая мотовозка, за которую пришлось повоевать. Я не вручу, я не вручу. Вы, ты меня вручу. Флот, 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 флот. Всё, тихо. Куда ехать? Рядом с мостом Казик. Отовозка разворачивается в сторону ЛК. Сейчас заберём, сейчас отобьём. Всё, всё, я вижу, вижу, вижу. Вот ещё стоят, они ещё стоят. А вот я лечу, я лечу. Быстрее, быстрее, к миксам. Все быстрее, к миксам. Короче, братва, около миксов, нафиг. Готовы выходить? Тихо, уезжай, хорош. Вали, вали, вали. Мусоров добивайся. Валгар, 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 четверо. Мусоров добить, мусоров добить обязательно. Ещё приехал, это шестой. Умирайте, умирайте, умирайте в мотовозку эту. Тебя по машинам и дефать эту. Помогите, помогите. Кази, 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 кази. Он на главной трассе, да? Ты на трассе? Я на трассе, я на трассе. Мы рядом, мы рядом. Ну и тут пошёл тот самый Клин Клином. Мы не писали на них жалобы на форум за тот раз. За те их нарушения. Мы просто сейчас ответим тем же самым. А ну тормози, нахуй. А ну тормози, блядь. У меня половина ГП, половина ГП, пацаны. Дурочка, тормози. Алло, шлюх, тормози машину, блядь. Торможу тебя. Всё, всё, едем, едем, нахуй. Дурак, блядь. Блядь, Сиф такое творит, нахуй, на этой мотовозке без колёс. Вижу, вижу, вижу. Вы имеете право хранить молчание. Всё, что вы сказали. Дура, тормози. Он выпал, он выпал. Всё, Альфа, Альфа Ромео этот сдалась нахуй. Там такой Тули, во Стив такой бежит, хуй, сел, поехал. Бля, лучший, просто пизда. Всё, хорош, 5 мотовозок. И по итогу, братва, мы забрали 5 мотовозок, не потратив практически никаких ресурсов. На начале срока это очень помогло всей банде, потому что матов не было вообще. А тут с неба упало 5000 матов. Это вообще, ну, типа, сильно помогло на начале срока? По-моему, там матов вообще не было, да? Да, 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 да. Это очень хорошо помогло, на самом деле. И я понимаю, что некоторые скажут, ну, совпадение. Один раз получилось, но нет. Мы делали это раз за разом. Каждый раз вывозя по 4-5 халявных мотовозок. Вот-вот-вот, мотовозка есть, вижу. Тормози, 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 тормози. Около автошколы, около автошколы. Их, 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 их. Всё, 5 мотовозок, нахуй. Маски сюда, бля. Просто лучший, бля. Это легенды, бля. Просто, и вообще легенды, бля. Сколько мы завезли мотовозок? 5, смотри. Ну, я рад, что эта тактика, эта идея пошла дальше в массы. Пацаны начали уже организовываться без меня. Другие фракции тоже начали по-тихому нападать на ФЗ. Рад, что это нормально и хорошо оценили админы. И дали за уникальность и хорошую активность плюс баллы фракции. Что не начали писать новые правила под это и так далее. Администрация, тебе выдали там плюс баллы или какие-то привилегии за это нападение? Ну, да, да, давали, давали. Давали, да, плюс баллы за это? Да, это всё учитывается, конечно. Представьте, мы вот сейчас вот делаем такое, да, с самой дальней респой Марабунта. А если бы мы были в Велкэн, там бы настолько легко всё это было. Да, ты просто, бля, в Велкэн или РМ. Там вообще недалеко, там буквально пару метров. А у нас Мара самая далёкая респа, и мы 5 мотовозок довозим в 20 минут. Ну и спасибо большое вам за поддержку. Я обещал, что видос выйдет через неделю, но, к сожалению, немножко задержался. Потому что теперь я веду ещё один канал с шёртсами, короткими видео, и у меня также появился свой ТикТок. Ссылки на них будут в описании. Обязательно зайдите и подпишитесь. Ну и также напоминаю то, что в этом видео идёт мега розыгрыш 100 тысяч баксов и 40 дней випки. И то, что я играю на нашем сервере GTA 5P BlackBerry. Ссылочка на то, как начать играть вместе со мной и на промокод для быстрого старта, будет также в описании и в закреплённом комментарии. Удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...